Всем привет! С вами Елена Мартынова и сегодня я хочу познакомить вас с новой коллекцией от Лемонкрафт, My Sweet Provence, Мой сладкий Прованс. Эта коллекция выпущена в трех размерах 15 на 15 сантиметров, формат А4 это 21 на 29,7 сантиметров и формат 12 на 12 дюймов это 30,5 на 30,5 сантиметров. Давайте посмотрим саму коллекцию, из чего она состоит. Этот набор состоит из шести двухсторонних листов бумаги, плотность у них 250 грамм на сантиметр на метр, очень плотная бумага и идет еще седьмой бонусный лист это обложка. Обложка тоже интересная у Лемонкрафт, здесь можно и что-то вырезать и использовать вот эти вот образцы листов, вот тоже в принципе в каких-то своих работах. С обратной стороны этот листик с нежными нежными фиолетовыми досточками и внизу у него небольшой вот такой вот цветочный бордюрчик. Следующий листик с веночком из веточек лаванды, роз, вот здесь такая интересная леечка ржавая с лавандой и ведерко. Я думаю он предназначен, чтобы сделать все-таки страничку с фотографией и в принципе даже много не потребует он каких-то украшений, потому что сам по себе очень самодостаточный вот за счет именно этого веночка. С обратной стороны он очень нежный, здесь такие вот они как бы затуманенные слегка, мелкие-мелкие розочки фиолетовые, такой вот он винтажный, что-то шебе в нем есть, очень красивый листик. Следующий достаточно активный лист с воротами, тоже много здесь цветов, вот такой вот сердце интересный из роз с бантиком и фон вот у него ноты, рукописный текст и чуть-чуть проглядывает кружево. Я хотела дать совет, что делать вот с такими активными листами, если вы не знаете как их использовать, потому что для страничек ну достаточно они активные, хотя тоже можно альбом, чтобы делать все-таки крупноватый у них узор и в принципе альбомом обычно ну где-то 20 на 20 или 25 на 25 сантиметров все-таки мне кажется крупноват. Можно вот эти все элементы повырезать и использовать их фрагментарно, то есть отдельно вот такой горшок с колесом, отдельно вот розочки вот эти вот, куда-то решеточку подсунуть и в принципе это будет работать как дополнительные декоративные элементы. Я думаю, будет интересно смотреться. С обратной стороны он очень нравится, мне этот лист вот за счет того, что он практически весь спокойный. Здесь вот чуть-чуть проглядывают такие серые цветочки и и здесь очень красиво, что есть и досточки и кружево и бордюр вот из роз. В общем чудесный листик. Следующий лист у нас с элементами для вырезания. С этой стороны он вот такой вот кружевной, это как бы доски, оклеенные кружевом. А с этой стороны в нем есть два конвертика. Много-много цветочных букетиков из роз и розочек по отдельности. Вот такая бутылочка с сердечками, ведром с лавандой, фонарь очень классный и велосипед. Еще один активный лист у нас с розами. И розы с этой стороны. Здесь вот кувшинчик и кружечка с лавандой. Очень красивый вот этот вот элемент, как рамочка. Можно было бы его интересно обыграть, вырезать вот эту вот сердцевину и туда вставлять фотографию. Я думаю, будет интересно смотреться. С обратной стороны он тоже чудесный. Здесь очень-очень много роз, которые в принципе тоже можно вырезать. Не знаю, здесь с каждого листа можно вырезать. Вот, очень красивый. Или как фоновый лист его куда-то использовать, в альбомы, для страничек тоже будет очень красиво смотреться. Как обычно, Лемонкрафт делает лист с такими вот карточками и тегами. Здесь три большие карточки и 10 тегов разного размера. Есть вот с надписями. Есть просто цветочные, вот с какими-то элементами вот такими интересными, с фонариком вот классный. С обратной стороны тоже красиво. Фиолетовый фон и вот такие вот цветы по краю. То есть для странички. Вот очень красиво будет смотреться этот листик. И последний лист из большого набора. С этой стороны он фоновый, с небольшими листиками, с таким вот принтом. А с обратной стороны вот здесь вот такая вот большая картинка с велосипедом, с розами и с фонарем. Ну, довольно активная, хочу сказать. В принципе, можно повырезать. Но с другой стороны, если закрывается как-то фотографии даже в альбоме, то в принципе, я думаю, ничего страшного, что такие крупные элементы. Ну, то есть их можно прикрыть фотографией, в принципе, будет достаточно хорошо смотреться. Так, большую коллекцию я показала. Давайте сейчас я расскажу про маленький наборчик. В нем 24 листа двусторонней бумаги, не считая вот этой обложки. Она такая же, как в большом наборе, то есть с досточками. И здесь такие же абсолютно дизайны, но только маленькие, соответственно. Вот с таким вот. Такой тоже веночек есть. И здесь, конечно, нет вот этой полосы внизу, которая есть на больших листах. Вот здесь все те же самые элементы, только они маленькие. Можно комбинировать их с большими и будет уже гораздо интереснее смотреться. Давайте так вот быстренько пролистаем. Теги вот эти тоже все маленькие. Ну, где-то на открыточке вот очень хорошо будут смотреться. И вот здесь вот этот велосипед тоже с фонарем. Уже когда вот он поменьше, он даже мне больше нравится, чем вот, конечно, такой уж очень большой. Ну и все. В общем, они там повторяются, эти листы. Вот такой вот наборчик. Давайте теперь посмотрим вот этот набор формата 4. Чем же он интересен? Он называется Basic. То есть здесь базовые листы. Но не только. Что самое интересное, потому что раньше у Лемонкрафт тоже были листы основы, но они были совсем абсолютно простые. В этом наборе не так. Здесь принты, которые отличаются от большого набора. И они практически все здесь, по-моему, отличаются. Давайте как следует их рассмотрим. Так, здесь 8 двусторонних листов бумаги, 16 дизайнов. На самом деле здесь не 8, здесь их, наверное, 16. 16, потому что они здесь каждый в двух экземплярах находятся. И бонусный лист, вот эта обложка. С обратной стороны вот она такая интересная. Здесь вот такие два больших крупных элемента, которые можно вырезать. Можно вырезать из них серединку тоже где-то использовать. И я думаю, они хорошо смотреться будут, как рамочки для фотографий в альбоме. То есть можно смело вырезать вот эту серединку, можно даже больше вырезать. И вставлять фотографию будет очень красиво, мне кажется. Вот, смотрите, какой чудесный лист с манекеном, с таким вот шрифтом. И вот здесь вот такие вот листочки скелетированные проглядывают. Ну, то есть, как видите, совсем другие листы, не как в большом наборе. С обратной стороны вот они совсем простые. Мятный вот такой вот и фиолетовый в горошек. Ну, горошек вообще как бы универсальный такой принт. Мне очень нравится. А, вот здесь еще мятный горошек. Целый лист опять с картинками для вырезания. Можно уже леечку вот эту вырезать, кружку и вот такой кувшинчик. Ну, как бы там не было таких вот. И вот такие вот еще букетики. С обратной стороны он просто такой вот фиолетовым узорчиком сделан. Целый лист с листочками. Я очень люблю листики от Лемонкрафта. Они так хорошо отрисованы. Ну, видно, что вот прям такие акварельные и изящные какие-то. Вот они все такие вот непримитивно как бы нарисованы. И в работах смотрятся очень красиво. Я прям люблю вот эти листочки. Обязательно этот лист буду вырезать полностью. С обратной стороны он очень красивый. Здесь нежные мятные розы. Чуть-чуть проглядывают. Ну, да, жалко даже резать. Но все равно красивый. Так, такой принт уже был в большом наборе. Только он был другого цвета. Здесь он фиолетовый. С обратной стороны интересная такая клетка. Как-то, мне кажется, выбивается по дизайну из этой коллекции. Ну, в принципе, может быть, наоборот, на контрасте будет интересно смотреться. И новинка от Лемонкрафт. У них появился лист с надписями. С этой стороны они на польском языке. А с этой стороны на английском. И давайте посмотрим, какие же здесь надписи. Congratulations. Поздравляю. Мистер и миссис, для тебя с днем рождения. Спасибо для тебя. Я люблю тебя. На ваш днем свадьбы. То есть, эта коллекция для свадебных также работ подойдет. Будь счастлив. Празднуйте любовь. Вечно. Под поздравлением. Любовь – это все вокруг. С наилучшими пожеланиями. Всегда вместе. Тоже с наилучшими пожеланиями для моего лучшего друга. Вместе навсегда. Всего хорошего. В этот особый день. Наслаждайтесь этим днем. Пусть ваши мечты сбудутся. Желаю вам всего лучшего. С любовью и поверь в магию. Ну, для альбома, конечно, надписи, судя по размеру, хорошие. Мне нравятся. Также для страничек хорошо будут надписи смотреться. Вот с открыточками, мне кажется, немного проблематично. Уж слишком крупные заголовки. Надо делать большие открытки. То есть, ну, хотелось бы, конечно, поменьше, чтобы хотя бы вот таким шрифтом было больше. Все-таки, ну, не знаю, для меня крупноват такой шрифт. А так, надписи очень хорошие. Наконец-то мы их дождались. Потому что Лемонкрафта не было надписей. Мне приходилось брать их из чужих колес. Вот такой вот листочек с веночками. Здесь венки из роз. Из лаванды. И можно повырезать розочки отдельно. С обратной стороны он очень нежный. Вот такой вот. С нежными-нежными фиолетовыми розочками. На этом листе два конвертика можно вырезать. Они были такого же размера. Эти же конверты в большом наборе 30 на 30 сантиметров. Баночки с розочками. С сердечками розочки. И добавляется вот такой новый элемент. Это корзинка с лавандой. С обратной стороны вот он такой вот бежевый с серыми листочками. И вот опять они начинают повторяться. То есть они в двух экземплярах. Эти листы. То есть как бы каждый в двойном размере. То есть в принципе можно купить даже только такой набор. И здесь очень много, что можно использовать. В общем, мне вот нравится. И снова бабочки у Лемонкрафта выходят на отдельных листах формата А4. Здесь бабочки больше с фиолетовой палитрой. Здесь больше в зеленой. И с бежевым они сочетаются. Очень хороший размер. Они такие вот прям вот есть и маленькие, и побольше. И даже вот такие вот две интересные бабочки. Такие крупные. Но тоже смотрится необычно. Также к этой коллекции идет набор фишек. Здесь фишка с часами, с бабочкой, с кружевом. И цветы, и там вот какой-то ведерко с лавандой. Вот я вырезала несколько картинок, чтобы делать свою работу. Сейчас я вам покажу, на что меня вдохновила эта коллекция. Сейчас в сторонку уберу. Я разрывалась между открыткой, страничкой, конвертом. Но в результате победила вот такое вот панно. Как его назвать, даже не знаю. В общем, я вырезала домик из пивного картона. Так, я, наверное, сейчас подложу какой-нибудь светлый лист. Чтобы на темном, на темном плохо видно. Вот, вот так вот, да? Хорошо. То есть, вырезала лист из пивного картона. Добавила через трафарет текстурной пасты. Ну, там, затонировала воском, красочками, спреем. Но самое, как бы, главное вот декоративное украшение, это, конечно, вот эти розочки. Из новой коллекции, из большого листа я вырезала. Вот я их подсунула вот там за окно. Фонарик вот этот вот. И еще бабочки. Вот у меня такая вот бежевая бабочка. И вот здесь выглядывает такая вот фиолетовая бабочка. Вот мне захотелось сделать что-то вот такое. Вот в таком роде. Посочетать эту палитру с темным цветом. Посмотреть, как это будет смотреться. Мне кажется, эти цветы только выигрывают на темном фоне. Потому что они смотрятся ярче и не теряются на светлом. Вот такое вот у меня получилось панно. Надеюсь, вам было интересно посмотреть эту коллекцию. И вы вдохновитесь ею для создания своих работ. Пишите в комментариях, что вам понравилось в ней, что не понравилось. Хотели бы вы себе такую коллекцию. А я пока с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok